Что? Очки? Ну, всем очка. Ну ладно. Я же, кстати, реально плохо вижу. Уже плюс три, представляешь? Это плохо. Просто плюс три, уже не знаю, что делать. Будет больше, если я тебе все спокоюсь. Вадик, ты звонил? Нет, у меня сейчас эфир на эти. Ну давай, говори, минуты еще есть. Эфир. Без вас не наступит весна. Что? Что? А, вот когда... А что-то? Да, когда Макаревич... Вместе с украинцами. По-моему, это был последний. Нет, еще была поддержка Навальных. Это был не стак, на манежке тогда. Да, тогда не санкционировано. Это был декабрь, 30 декабря. Тогда его... Да, приговор. Но это не санкционировано. Ну, хорошо, от флешмоба. Да. Что? Борь, кончай, надо вопрос тебе задать еще один. Да, все. Скажи мне, пожалуйста, когда был последний... Когда все... Антивоенная была последняя акция, согласованная? Марш мира был в сентябре. В сентябре. У нас было в прошлом году два марша мира. Один марш был у нас 16-го. А сейчас русского мира. Русская весна, второй просто. Потом еврейская весна. Потом и русская весна. Что ж вы циники? Какие вы циники? Ксюшо, мы начинаем? Начинаем. Давайте, поехали. Воскресенье после 13 часов. Вам чай. Эту программу транслирует компания «Сити Виза». Программа 2015. 20 часов 7 минут. Добрый вечер. Начинаем программу 2015. Здесь ведущий Ксения Ларина и Виталий Дымарский. Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня Борис Немцов. Добрый вечер. И сегодня Борис Немцов у нас представляет инициативную группу антикризисного марша под названием «Весна», которая состоится 1 марта в 14 часов 30 минут начала шествия. Да, это будет в Марье на юго-востоке нашей любимой Москвы. Ну, не страны, я в Востоке. Ну, так получилось, да. Да, весна, русская весна на юго-востоке. Все сходится. Там, кстати, есть Новороссийская улица, хотя бы вам сказать. Вообще все смеются, а тем не менее 300 тысяч москвичей живет в Марьино. А кто же все смеются? Ну, потому что все говорят, вот эта тьма Таракань. Вот в этой якобы тьме Таракань живет 300 тысяч москвичей. Причем это уникальный район. Вот Григорий Ревзин, наш многоуважаемый урбанист и знаток Москвы, он объяснил мне, что Марьино уникальный совершенно район нашего города. Уникальность его вот в чем. Он построен в 90-е годы и в начале 2000-х, и там не было бесплатной приватизации жилья. То есть, не, не, послушайте, послушайте. Всех купленных. Не, 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 не. И там все жилье практически куплено на ипотеку, и там очень многие люди попали на валютные ипотечные кредиты. И вот эти люди расплачиваются за войну с Украиной, за девальвацию рубля и за то, что нужно, вот теперь непонятно где брать деньги. Поэтому, когда говорят, а почему Марьино, отвечаю, потому что там живут достойные люди. Там Навальный живет. И Навальный в том числе живет. Сейчас он, правда... Не там живет. Сейчас он живет в спецприемнике, но, но, опять, видите, сегодня суд опять его оставил под арестом заработачи вот этих вот местовок. Борь, давай мы в одну кучу, чтобы мы с вами немножко так отдельно успеем обо всем поговорить. Просто напомним, что у нас по структуре программы два голосования. Одно голосование уже висит на сетевизоре. Вопрос очень простой для вас, дорогие друзья. Пойдете ли вы на антикризисный марш, если, конечно, он проходит в вашем городе? А я так знаю, что, Борь, во многих городах... Да, будет в Петербурге, слава богу, будет у нас... Вот сейчас сказал в Кирове, в Вятке, Никита Белых сказал. В Вятке он с гордостью сообщил, что марша весна будет у него. А в Ярославле? В Ярославле не будет марша, но Ярославль очень близко к Москве, и я знаю, что очень многие ярославцы хотят приехать в Москву. И вообще из соседних регионов, центральной России, будет много людей приедут. А лозунги, как в ПСС к 1 мая, как раньше публиковали, лозунги вы какие-то утвердили для этого? Не то слово, Виталий, а удивительно, что вы, как человек... Я вот только что ознакомилась. Вы не надеваетесь, то ли... Не-не, я хочу, чтобы вы рассказали о аудитории. Смотрите, мы на самом деле разработали и опубликовали, их можно найти и на Фейсбуке, и на сайте весна.today, да, вот, можно найти требования нашего марша. Есть требования политического характера, и есть требования социально-экономического характера. Если вы позволите, я сейчас очень коротко их перечислю. Значит, политические требования ключевые – это немедленное прекращение войны с Украиной. Вы знаете, что Путин год назад начал агрессию против Украины. Почему я говорю год назад? Потому что 27 февраля прошлого года, вы знаете, вооружённые люди захватили здание парламента автономной республики Крым, вот, потом 47 депутатов, то есть не имея кворума, эти депутаты под дулами автоматов проголосовали за референдум. Это 27 февраля, кстати. Да, это было ровно год назад. А вы знаете, что это при празднике у нас сегодня? Называется День силовых операций. Ну, я не сомневаюсь, что это спецоперации. Ну, тут День силовых операций. Я даже не понимаю, почему... Ну, я даже не понимаю, почему... ...в 27 февраля у нас будет спецоперация. Ну, вот, да. То есть, конечно, один только этот факт, что без прессы, без кворума под дулами автоматов был объявлен эферендум, перечёркивает всю историю про легитимность аннексии Крыма. Минуточку, можно сразу остановиться? Потому что ты так говоришь, монологом, если уж мы про это говорим. Я просто хотел требования вашей перечислить. Сейчас, ведь не секрет, что действительно эйфория там была в Крыму, с дулами или без дул, но народ хотел в Россию. Это правда. Это же правда. Это правда. Крым, такие народ, хотел в России. Ребята, извините-ка, когда говорят народ хотел, я не знаю, чего народ хотел. Ну, большинство хотел. Ну, откуда ты знаешь? Ну, как я... Это видно по настроениям людей. Ну, что это? Мы же смотрели и репортажи оттуда. Это не скрыть. Это не скрыть. Ксения права. Действительно, согласно опросам, я подчёркиваю, не народ хотел, а вот согласно опросам общественного мнения, действительно, большинство граждан, проживающих в Крыму, хотело быть с Россией. Это сущая правда. Вопрос в другом. Вопрос в том, что надо действовать не по желанию чему-то, а по закону. И соблюдать международные обязательства. Путин, аннексировав Крым, нарушил безграничное количество международных обязательств России. И ключевым является обязательство, предусмотренное Будапештским меморандумом. Кстати говоря, я хочу это подчеркнуть, это серьёзный меморандум о безъядерном статусе Украины. В 1994 году Россия подписалась под тем, что если Украина перестанет быть ядерной державой, то есть выведет со своей территории ядерные благоловки, то Россия обязалась уважать её суверенитет и территориальную целостность. Значит, захватив Крым, Путин, по сути, перечеркнул наши обязательства и нарушил международную систему нераспространения ядерного оружия. Я хочу подчеркнуть, захватом Крыма Путин нарушил международную систему нераспространения ядерного оружия. Это преступление. Кроме того, был растоптан важнейший договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной. Вторая статья этого договора говорит о том, что Россия гарантирует территориальную целостность Украины, а взамен Украина даёт возможность иметь России военно-морскую базу в Севастополе. И, кстати, договор аренды был подписан в Харькове до 2042 года, и никто, собственно, эту базу не трогал и не думал даже... Это уже было до 17-го, по большому году. Не-не-не, они продлили. Потом продлили? Да, до 2042. То есть вообще никаких не было ни проблем, ни угроз. Враньё насчёт того, что НАТО хотела вступить, абсолютная стопроцентная ложь, ничем не подтверждаемая, просто была поблазия. Этот указ о сегодняшнем празднике, про силовые операции, он лишний раз подтверждает, что это была силовая операция, да? Как вот там ни говори. Сначала была аннексия, а потом был референдум. Вот в чём последовательность. Сейчас всё известно. Сначала он врал, что там нет войск, потом сказал, что там были войска. Вот, я сегодня выложил видео захвата здания, просто видео захвата здания Верховного сайта Крыма, перед тем, как туда зашли депутаты и начали так называемое свободное голосование за референдум. Прям видео выложил, как спецназ заходит в ГРУ и так далее и тому подобное. Всё это невозможно скрыть. Операция, естественно, по аннексии началась ещё, когда Янукович был президентом Украины и находился на территории Украины. Если вы посмотрите медаль за освобождение Крыма, то на медали чеканка 20 февраля, начало операции 20 февраля прошлого года. Напомню, что Янукович сбежал из Севастополя в ночь с 22 на 23 февраля. Это всё задокументировано. То есть Путин начал отбирать Крым, когда ещё Янукович находился в Украине и был президентом. То есть, ну это абсолютный кошмар. Но дело сейчас не в этом. Одна из важнейших причин кризиса, важнейшая причина кризиса, в том, что Путин начал безумную, агрессивную, смертоносную для нашей страны и для многих граждан политику войны с Украиной. Документально доказано присутствие там российских войск. Кстати, 1 марта, хочу напомнить, исполняется ровно год, как Совет Федерации под руководством госпожи... Уже после того, как войска были введены, Совет Федерации задним числом, собственно, дал Путину возможность дальше выводить войска. То есть, по сути, агрессия была задокументирована решением Совета Федерации. И то, что марш проходит 1 марта, на мой взгляд, это достаточно важный символический. Такие, вот смотри, мы говорим сейчас про прекращение войны, но марш-то называется антикризисный. Почему так приоритеты раздавлены? Я объясню. Дело в том, что кризис многогранная вещь. Причина кризиса важнейшая. Это агрессия, последующие за ней санкции, последующая за ней изоляция, лишение России и современных технологий. Я хочу подчеркнуть, дело не только в деньгах. Дело в том, что Россия лишена важнейших технологий. Например, вот сейчас во всем мире, и в первую очередь в Америке, бушует сланцевая революция. Америка занимает, и это ужасно, но это факт, первое место по добыче нефти, обогнав Россию и обогнав Савдуская Аравия. Значит, Америка номер один. Америка номер один по добыче газа. Значит, Россия тоже выступает. Так вот, Россия не может и не занимается разработкой добычи сланцевой нефти и газа, хотя у нас в самой большой в мире запас сланцевой нефти номер один Россия, ровно по той причине, что в России запрещен ввоз этих технологий. Вот, запрещены ввоз технологий всех высоких, да, то есть это ужасный удар по стране, инвестиций нет, 150 миллиардов, денег убежало. И все это следствие вот этого безумства под названием агрессия против Украины. Поэтому причиной кризиса является, естественно, война, то, что цены упали на... Ты объясняешь, почему, собственно говоря, в антикризисный марш... Есть пункт о войне. Есть пункт о войне. А какие еще требования? Значит, требования. Требования. Требуем принятие законодательства против незаконного обогащения чиновников. Допуск оппозиционных партий и кандидатов к участию в выборах. Значит, мы считаем, что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис, необходимы политические важнейшие преобразования. А именно, необходимо провести честные выборы с участием, естественно, оппозиции, с отменой цензуры, прекратить эту абсолютно убогую, лживую пропаганду, которая просто перевернула мозг и съела мозг русским людям. А что такое предоставить оппозиции один час эфирного времени в неделю? Что такое за подачки вы выпрашиваете? Это не подачки, это как первый шаг преодоления цензуры. Ну, ты понимаешь, что сам вот подумай. Просим один час эфирного времени в неделю на одном из центральных каналов. Ну, я думаю, что это как первый шаг... Вам скажут, что вы же выступаете там у Соловьева scream. А ты чё шучуешь? Что-ли? Хоть-то там выступали. Да, вы издеваетесь. Не, бой, ну кто-то там выступает. Не, ну вы издеваетесь. Вам это ответит. Не, Рышкоу бывает. Рышкоу бывает, кто там еще бывает. Рыклин бывает, Венедиктов бывает. Ну, вот те... Ксения Собчак. Вы считаете Венедиктов и Ксения Собчак оппозицией? А что, нет? Они так себя не считают. Нет, Ксения... Вот, ну ладно... скажем так, выразителями альтернативного мнения, скажем так давайте так, дело не в том, что я был, не был значит, ну, если уж говорить о гражданине вы же мне сказали, что вы будете на анатомии протеста да, российском телевидении значит, я не был 8 лет начнем с этого, просто 8 лет значит, да в программах анатомия протеста вот этой чернухи новая серия, воскресенье будет да, они, кстати, очень дергаются по поводу нашего марша, и хоть они нам перекрыли полностью все телеканалы нет никаких шансов вообще даже это обсудить они и запугали даже интернет уже ресурсы и так далее, и тому подобное вот, несмотря на это, они несутся что теперь вот придумали новое анатомию протеста в воскресенье показать, вот, после марша то есть они нервничают очень сильно отмена цензуры, это и есть допуск людей с самыми разными мнениями на телевидение, вот и все в качестве первого шага еще раз, Ксения, в качестве первого безусловно, если бы у нас было конкурентное телевидение если бы у нас различные точки зрения а не только лживая точка зрения Путина могла присутствовать в СМИ если бы у нас действительно была определенная дискуссия по всем вопросам мы бы не стали пунктом отмене цензуры и допуске оппозиции на телевидение вообще формулировать как требование марша но поскольку у нас ровно наоборот и это привело к полному оболваниванию народа, и мы это видим вот, то, естественно, это требование является, на наш взгляд, довольно серьезным на наш взгляд, важное требование антикоррупционное состоит в том, что все известные коррупционные дела в отношении, в том числе и приближенных к Путину, там, Кооператив Озера Якунин, там, Тинчин, Картенберг и так далее вот все эти известные дела должны быть расследованы а коррупционеры должны предстать перед судом вот это серьезное, на самом деле, требование мы, кроме того, настаиваем на том чтобы наши регионы, российские чтобы они получали денежные вознаграждения ровно в соответствии с тем, как они работают не все деньги должны в Москве быть а должна произойти децентрализация бюджета хотя бы по схеме 50 на 50 то есть 50% остается на федеральном уровне 50% идет на региональном уровне это, кстати, требование очень хорошо поддерживается кроме того, требование увеличить расходы на образование и здравоохранение в первую очередь, кстати, на здравоохранение это важнейшее требование и мы считаем, что это можно сделать за счет сокращения военных расходов дело в том, что военные расходы вдвое выросли в нашей стране за последние три года это бюджет войны у нас сейчас у нас военный расход составляет 3 триллиона 300 миллиардов они даже по сравнению с прошлым годом в 2014 выросли на 33% в принципе, когда расходы да при этом сокращаются резко расходы на образование сокращаются резко расходы на здравоохранение да, но расходы на... более того, когда вот секвестр там Силанов говорил о секвестре, то было сказано, что сократим все науку, образование, здравоохранение там все на свете дороги, кинематографию, спорт все, кроме военных расходов родина в опасности я понял, да, особенно когда Путин нападает на некогда дружескую страну, то, конечно, она в опасности это точно вот, поэтому на самом деле вот это абсолютно реалистичная вещь увеличить расходы на здравоохранение увеличить расходы на образование за счет сокращения военных расходов вот я думаю, что вот в целом, да, совокупность этих требований она реалистична здесь ничего нет такого, что может вызвать какую-то там реакцию это невозможно, это фантастика и так далее и тому подобное вот, конечно же, нужна политическая реформа в стране конечно, когда власть сконцентрирована в руках одного человека и этот человек вечно правит это все заканчивается абсолютной катастрофой абсолютной вот, еще раз повторю, что это рукотворный кризис кризис этот, особенно ярко видно так просто совсем когда посмотришь на то, как другие страны развиваются вот смотрите, Россия в кризисе Америка при этом почти на 4% выросла Китай вырос больше, чем на 7% Европа выросла на 1,5% хотя в Европе, ну, масса проблем там, Греция, Италия, Испания и так далее, да и только Россия в кризисе при этом, когда нам рассказывают про то, что нефть у нас резко упала а вы знаете, что 60 долларов нефть стоила в 2005-2007 году? недавно и никто не кричал, маня, все пропало никто не кричал, что кризис когда я был министром топлоэнергетики, нефть вообще стоила 10 долларов 10! и мне снилось 20! в эротическом сне 20! понимаете? сейчас у них 60, а они верещат, как сумасшедшие что у них там все провалилось ну, конечно, они создали коррумпированное государство конечно, одна из глубоких причин кризиса это крайне неэффективная модель экономики вот, эта модель основана на монополиях на государственных корпорациях вот, на управлении бюрократией алчной очень непрофессиональной на самом деле, очень такой антипатриотичной то есть, именно они вывозят 150 миллиардов из страны именно они выступают за офшеризацию России хотя орут, что они патриоты и каменошисты и так далее вот, поэтому, конечно же, с такой моделью экономики основана на экспорте сырья, на госкорпорациях ну, Россия никуда двинуться не может поэтому тупик, как во внутренней, так и во внешней политике из этого тупика один выход они должны уйти, должны пройти новые выборы да, но здесь тогда возникает вопрос, что мы должны прийти кто участвует в этом марше, кто организаторы? вот, Борис какой-то состав, я не знаю я сейчас все в ответ Михаил Кадаковский, по-моему, тоже подписывался все в ответ спрашивают, например, будут ли националисты сообщаю, значит, у нас это коалиционный марш у нас нет ни одного вождя там, это вообще не вождейское мероприятие а в организации марша участвует наша партия РПР Парнас движение Солидарность, участвует партия Прогресса Алексея Навального вот, к сожалению, вот тут ни за что на 15 суток посадили участвует Демвыбор, который возглавляет Владимир Милов а Яблоко? значит, у нас с Яблоком случилась проблема я не скрою, у нас, к счастью, в Петербурге Яблоко участвует и там все в порядке, там наши ребята РПР Парнас, Прогресса, Яблоко и Солидарность как-то все вместе а в Москве у нас какой-то казус случился поначалу они участвовали вот, ходили на наше заседание все в порядке а потом, когда возникла история с Марьиной, не Марьиной вот эта вот история они сказали, что они участвовать не будут Марьина для них слишком унизительно слишком далеко или я уж не знаю что они же там борются против точечного застройа ну я не знаю, почему они там борются они в итоге проводят, как я понимаю, свою альтернативную какую-то акцию антивоенную Ксения, я не хочу сейчас вот с Митрохиным как я поняла, из Митрохинского выступления все правильно, я не хочу ни с Митрохиным выяснять отношения, ни с Явлинским вот, я считаю, что вообще любой конфликт он вредоносен, да и уже порядком все поднадоело я просто хочу сказать, что аргументы которые они выдвигают а их два аргумента первый аргумент, что Марьина это плохо а второе, что у нас не антивоенная акция, а антикризисная вот, я с ними категорически не согласен что касается Марьина, то я еще раз хочу подчеркнуть что главное требование, а не место требования важны, а не место я вас уверяю, из Марьина будет слышно наши требования, нашу страну ну, знаешь что, а тогда зачем вы просите себе на федеральные каналы? секунду, я на сейчас зачем вам федеральные каналы, если мы говорим, что место важно? можно он по радио Москвы поговорить? нет, дело в том, что этим маршем жизнь не заканчивается сегодня марш Марьина завтра марш на Красной площади послезавтра марш Бутова еще когда-то там марш Бирюлева и так далее, и тому подобное вот не надо зацикливаться на конкретном месте я напомню, и вы, наверное, и Виталий это точно помнят что в свое время советское правительство Сахарова, Ельцина и Афанасьева давало им разрешение на митинги в Лужниках и они, и они это не центр Москвы, как вы знаете но был и Манеж да, ну правильно начиналось все с Лужниковым да, все начиналось с Лужниковым поэтому я не очень понимаю, вот зачем проявлять максимализм давайте будем откровенными какой у нас, собственно, был выбор понятно, что они нас ловушку хотели загнать они нам предложили Марьина если бы мы отказались, они бы нам отказали просто, это же ясно, да? либо тебя тянули так до последнего ну, либо тянули так, чтобы народ ничего не узнал мы бы их запутали людей, и все значит, они бы нам отказали в итоге все бы закончилось маргинальными одиночными пикетами либо несанкционированной акцией в которой бы, согласно репрессивному закону о митингах да, людей бы просто пересажали даже врачи разрешали, давали возможность альтернативы в центре и болотную предлагали и все, да? нет, страна поменялась за год радикально то есть, сегодня нереально было получить вообще другое место в центре, да? ну, то есть из всех даже намоленных, что называется ну, то есть, я так скажу, в этой ситуации абсолютного неадеквата, истерики предварительного марша черносотенцев, который прошел в центре Москвы, это был марш черносотенцев как вы понимаете? да, это был марш черносотенцев интересно, не будет? не, это было, не знаю, да? антимайдан, я согласна, они этого не скрывают да, значит, это марш черносотенцев совершенно очевидно, что в этой ситуации получить что-то иное мы не могли поэтому выбор был такой либо Марина, либо несанкционированные акции вот, собственно, и все там, кстати, еще целая толпа каких-то митингов в этот же день проходит они специально сделали 11 заявок они очень дергаются на самом деле у них там вроде рейтинг зашкаливает 85%, но только при этом поджилки трясутся вот они этих 11 заявок зачем-то подали с коммунистами придумали спойлерскую какую-то историю потом, вот сейчас вот, к сожалению, яблоко тут что-то такое пытается сделать а вот эта история с мальчиком, которого по болотному делу вдруг через три года осудили, это тоже вот такая акция устрашения перед маршем? я не думаю, что это перед маршем, это инерция репрессий и страх, и страх, и страх и страх перед уличным протестом в целом вообще, я должен сказать, вот я заметил одну парадоксальную вещь смотрите, социологи фиксируют зашкаливающий рейтинг Путина фиксируют? фиксируют казалось бы, казалось бы вот подумайте, раз такая всенародная любовь почти как Ким Чен Иру, да, у народа зачем людям платить на марш черносотенцев деньги? ведь мы же все знаем, что они за деньги туда пришли не все нам нужны да, да, зачем? а я могу сказать зачем автобусы нет, я могу сказать зачем люди не верят в 85% нет, не в этом дело дело не в этом дело в том, что люди не верят, что есть реальная угроза Майдана они понимают, что все это вранье и они понимают, что все это искусственно надуто и притворно и ровно потому, что это притворно, они говорят, заплатите за притворство мы готовы играть в ваши притворные убогие и лжевые игры я уверен какая мотивация если люди, которые за деньги ходят на митинги, вообще все равно если бы люди чувствовали реальную угрозу, горячо любимого вождю, они бы бесплатно пришли а есть и такие идейные и есть, и я таких знаю пошли с удовольствием их есть, немного, это правда есть, но все-таки давайте поймем, что знаете угрозы никакого кровавого Майдана нет а антимайдан и черносотенные шабаши такие фрик-шоу есть вот что и но это же правда, да? обернутые георгиевскими лентами ну вообще, это просто кошмар давайте мы сейчас прервемся на новости потом продолжим и мы не напомнили нашим слушателям смс хотя они уже активно включились но тем не менее, плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять задавайте ваши вопросы обязательно по поводу марши на свитере, да, и вы еще можете еще голосовать на сетевизоре двадцать пятнадцать Ксения, не клюйте Немцова защищают Ксения, не клюйте Немцова не клюйте, не осклюешь двадцать часов тридцать минут в Москве в студии Александр Климов новости ДНР отвела от линии соприкосновения в Донбассе семнадцать артиллерийских групп об этом сообщил замминистра обороны самопровозглашенной республики Эдуард Басурин по его словам, вся информация передана в совместный центр контроля координации новый доклад наблюдателей ОБСЕ констатирует завершение острой фазы конфликта на Донбассе во всяком случае, так утверждает поспред России при ОБСЕ Андрей Килин Буквально с минуты на минуту должен выйти доклад наблюдателей о событиях, собственно, вчерашнего дня и начала сегодняшнего дня как сказал Килин наблюдатели ОБСЕ на Украине делают максимум того, что можно сделать в нынешней ситуации убытки от конфликта на подконтрольных Украине территориях Донбасса составляют полтора миллиарда долларов об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк по его словам, оценку производили иностранные специалисты в том числе из USAID ранее украинский премьер предлагал восстанавливать Донбасс за счет России сегодня же стало известно Нафтогаз заявляет, что готов первые пять дней марта закупать у Газпрома лишь по 10 миллионов кубических метров газа в сутки об этом говорит заявление компании, на которое ссылается ТАСС Центральный банк сохранил лимит в 10 миллиардов долларов на предоставление рублей через операции «Валютный своп» при этом регулятор не указал срок, до которого сохранится этот параметр по итогам нынешнего сезона клубы КХЛ получат 100 миллионов рублей об этом сообщил президент Лиги Дмитрий Чернышенко по его словам, совет директоров КХЛ решил, что Лига будет делиться с клубами своими доходами Ранее Чернышенко предлагал постепенно снизить потолок зарплат в Лиге с текущих миллиарда 100 тысяч рублей до примерно 1 миллиарда В связи с проведением строительных работ сегодня до 23 часов будет ограничено движение транспорта по Богоявленскому переулку автоинспекция просит водителей заранее выбирать маршруты объезда В Москве сегодня ночью от 1 до 3 градусов завтра днем от 4 до 6 тепла небольшие осадки Александр Хлимов, служба информации «Эхо Москвы» «Ой, а как у нас там, что у нас там получилось, идут?» «730, 730, я пойду или нет?» «Да» «Это хорошее, я знаю, 700 человек уже есть» «А вот что, как мало-то» «Близ, от 1000, 70% от 1000» «А от 1000 позвонило» «1110» «Ну, обычно там так и бывает, там больше не бывает» «Нормально» «Это обычно есть?» «Да» «А пойдут эти 700?» «А это вопрос, ты у них спросишь, после зада спросишь» «А сколько заявка, на сколько? На 100?» «На 100 тысяч» «Придут?» «Вы здесь что-то написали?» «Нет» «Да нет» «1430 сначала, а до какого времени?» «До 4-х» «Нам нужно доехать до Братиславска, мы должны, кстати, это «А там будут?» «Да, кстати, здесь просто рассказать, куда, как и так далее» «Да» «А будет, а какой-то митинг будет, выступление?» «Нет, только марш» «Прошли и рассошли» «Да» «А куда идут?» «С одного перевода, посмотри» «С одного пересечения улиц на другое пересечение улиц» «А это маршруты сколько?» «Там кто-нибудь ходил вообще по этому маршруту» «Сколько?» «Какая длина маршрута?» «Около 3-х километров» «По перерве» «Да, по перерве» «Знаешь эту улицу?» «Да» «Да» «Ой, господи боже» «Не, Марина, кстати, действительно хочу» «Все, ухода ее» «Ты будешь?» «Я работаю» «А, да, ты говорила» «До 4-х как раз» «С утра» «Так что я не попадаю» «В субботу, если бы я попал» «Ребенком и собирается» «Олег» «С ребятами» «Да» «Код 495» «Программа 2015» «Продолжаем» «Да, возвращаемся в передачу, в 2015 у нас сегодня Борис Немцов, здесь в студии ведущие Ксения Ларина и Виталий Дымарский, говорим мы об антикризисном марше, который пройдет 1-го числа, воскресенье» «И вот мы как спрашивали у вас» «Да, да, да» «Простой вопрос, пойдете ли вы на этот антикризисный марш» «Довольно много народу проголосовало, ну по нашим меркам, да, больше 1000, почти 1200 человек, 1150, 71% говорит да» «Ну, это хорошо» «Ну, замечательно» «Больше хорошо» «Ждите народа» «Борис Немцов, да» «Заявку на сколько? На 100 тысяч?» «На 100 тысяч, да» «А кто вообще автор креатива, что называется? Вот кто автор «Весна», «Треколора» в качестве заявленного символа» «Этих самых слогана «Весна идет, весне дорогу» «Кто автор этого всего позитива прекрасного» «Вам нравится ли?» «Я потом скажу, Борь» «Смотрите, название «Весна принадлежит мне» «Его одобрили наши товарищи, коллеги по коалиции и так далее» «Второе» «Вот эту листовку сделали ребята Навального» «Конкретно вот эта вот листовка» «Во чем государственный флаг главный?» «По-моему, первый раз оппозиция в качестве главного флага предлагает государству» «Не было такого, ни разу, я не помню» «Ксения, объясни, дело в том, что…» «Я права, не было такого» «Не было такого, если не считать акции в день российского флага, за который меня, например, сажали» «Да, это я помню» «22 августа» «22 августа» «Вот здесь на Арбате мы несли флаг» «И доблестные путинские полицейские посчитали, что это криминал, когда несешь национальный флаг» «И меня тогда сажали в кутузку» «Они разбирались, какое право я имел нести российский флаг» «Я могу сказать, для меня этот флаг, это я не шучу, это на самом деле все было» «Причем был суд ночью» «В 3 часа ночи» «В день российского флага арестовали за то, что нес российский флаг» «Притом полицейские с какой-то жестокостью и дикостью рвали российский флаг» «Ну я не шучу, просто рвали на куски» «Может, была антироссийская акция» «Ну, видимо, то ли полицейские откуда-то приехали, не знаю, откуда они там приехали» «Ну, давайте вернемся к сегодняшнему флагу» «Так вот, значит, этот флаг для меня лично, Ксения, символ свободы» «Я когда защищал Белый дом в 1991 году, я защищал его под триколором» «Если вы помните, когда мы победили хунту, настоящую хунту, не ту, о которой эти клоуны рассказывают» «Настоящую хунту», то есть ГКЧП, да? «Вот, то тогда над Белым домом взвился этот самый трехсветный флаг» «То есть для меня этот флаг очень близкий, понятный, и для меня это символ свободы» «Кроме того, я не очень понимаю, почему наш символ свободы нужно отдавать в руки этим супостатам» «Я действительно не понимаю» «Нет, гимн не будем, это разная история» «Еще раз, флаг этот, да, это флаг освобождения России от ГКЧП и коммунизма» «Гимн — это сталинизм» «У нас так страна устроена, что у нас разные символы, они о разном» «Вот гимн не будет, вот гимна сталинского от меня не дождетесь» «Вот, я, кстати, был одним из немногих депутатов, кто категорически против голосовал сталинского гимна» «Более того, даже организовал кампанию по сбору подписи против сталинского гимна» «И тогда против высказался даже царство ему небесное патриарх Алексий II», «Александр Солженицын», «Тогда против высказался Родион Щедрин», «Майя Плесецкая» «Очень много людей действительно деятелей культуры, но Путин был непреклонен и этот гимн протащил, и поскольку у нас страна очень мистическая, как вы знаете, да, то, конечно, с этого, в общем, все и началось. Поэтому меня заставить исполнять сталинский гимн, под который убили миллионы людей в ГУЛАГе, не получится. Варей, честно, извини, здесь просто организационный вопрос, потому что мы все тянем и тянем, листовкой и листовкой, все спрашивают, здесь уже миллион вопросов, куда ехать, как ехать?» — Это правильный вопрос. Значит, смотрите, надо доехать до метро «Братиславская» либо до метро «Марина», но лучше до «Братиславской», а оттуда ближе. Причем не «Марина-Роща», внимание, проезжаем «Марину-Рощу», а доезжаем до метро «Марина» или «Братиславская». — А вдруг там будет какой-нибудь, вдруг раз и закроют. — Ничего там не закроют. — Откуда? Кто? — Ничего они там не закроют. — Там же, еще раз, это большой, это крупнейший район, но вдруг, не вдруг, еще раз, это нормально работающая линия метро, это воскресенье. Значит, туда приехать, на метро «Братиславская», еще раз, на метро «Братиславская» нужно приехать в районе двух часов дня, да? Дальше по маршруту, который вы найдете, например, на сайте «Эхо Москвы», там есть баннер на сайте «Эхо Москвы». Вы включаете сайт «Эхо Москвы», кликайте баннер, который наверху висит, такой вот зелененький. — Весна. — Весна. — Весна. — Весна. — Весна. на сайте «Весна Today» или на Фейсбуке, кто подписан, у кого есть Фейсбук на Фейсбуке, набирайте просто ивент под названием «Антикризисный марш весна». Вот, дальше идете до пересечения Новомаринская и Белореченская, и тут, там все очень просто, идти не ошибетесь. Кроме того, у нас волонтеры будут стоять на выходе из метро и будут указывать, куда идти, то есть будут волонтеры, тоже беспокоиться не надо. Кстати, жителям Марина, которые все это знают, мы в почтовые ящики раскидали около 100 тысяч листовок с указанием, куда идти. Мы жителей Марина отдельно приглашаем и считаем, что это очень круто. И вообще, вот эту листовку, кстати, я принес неотпечатанную, а мне ее дали, собственно, около метро Новокузнецка сегодня. Слава Богу, станцию метро раздают листовки и будут раздавать, в том числе и завтра. Вот, и, собственно, в половине третьего мы пойдем, соберемся на улице Белореченской и пойдем по улице Перервы. Вот, пойдем по улице Перервы, мимо сада Артема Боровика и дойдем до Люблинской улицы. Большой маршрут вообще? Сколько? Ну, это займет, я думаю, реально все где-то часа полтора, то есть мы часам четырем должны закончить. Значит, акция согласована. Московская мэрия и полиция обязаны, я подчеркиваю, специально для них говорю, обязаны обеспечить безопасность, мы им налоги за это платим. Вот, и по закону о массовых акциях, если акция согласована, то все вопросы безопасности находятся в компетенции московской власти и полиции. У нас, естественно, будет своя служба безопасности, потому что, ну, мы обычно это делаем, чтобы там провокаторов там не было, и так далее, и тому подобное. Поэтому это безопасное совершенно мероприятие, не надо опасаться, что что-то случится, ничего не случится. Приходите, приглашайте своих близких, родственников, родных, любимых, нелюбимых, всех. А вот в каких слов, в каком случае эта акция будет считаться успешной? Можно сказать более? Чем больше будет людей, тем яснее будут слышны наши требования, и тем более успешной будет акция. У меня нет никакого прогноза, мы никогда не проводили акции за пределами, скажем так, второго, ну, садового кольца, да, вот, у меня нет никакого оценочного, да, сейчас понимания. Могу сказать, что мы делаем, чтобы люди пришли, несмотря на цензуру. Значит, напечатано миллион вот этих листовок, роздано уже более полумиллиона. Кроме того, отдельно по Марина не раздаются на улице, а прямо в почтовые ящики они кладутся. То есть, мы думаем, что работает очень много волонтеров, волонтеры работают успешно. У нас довольно активно идет реклама в интернете, в первую очередь на Фейсбуке, конечно же, но не только. И судя по тому, как люди жертвуют деньги на организацию мероприятия, я могу сказать, что должно быть достаточно много народов. Но у меня нет оценки, там, 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч. Давайте я вам скажу, сколько людей было на предыдущих мероприятиях. Вот последняя была акция. Да, последняя Марш Мира. Марш Мира. Да, да, да. У нас прошлое мероприятие было в сентябре, называлось оно Маршем Мира. На нем было от 40 до 50 тысяч человек. Это было очень важное и, как мне кажется, очень значимое событие. И оно получилось. Да, была дикая истерика в путинских СМИ, просто дичайшая. Пугали там провокаторами, какие-то гнусности там исполняли. Андрея там вообще смешали с дерьмом Макаревича после этого. Андрея, ну и всех нас, естественно. Вот, тем не менее, было очень много людей. До этого была еще такая же акция, ну, почти год назад, в марте тоже прошлого года, там тоже было около 50 тысяч человек. То есть, на самом деле, мы хотим, чтобы было больше, конечно, но сколько придется, столько придет. Ты или... Борис, я просто хотел просто нести коррективы, потому что ты сказал, в 14.30 это начало марша. Да, приезжать надо раньше. Приезжать надо к двум. Ну, Боря сказал, да. Да, приезжать надо к 15.00-2.00, вот так вот, пока там люди соберутся, пообщаются. Вот, я думаю, что как раз вовремя будет, если приедете без 15.00 или в 2.00 часа. Можно я скажу, что меня смущает в этом? Меня смущает какой-то избыточный позитивизм во всей этой акции, что немножко это все, то, что было уместно, как мне кажется, в 11.00-12.00 году, вот такое ощущение эйфории и почти победы, какого-то светлого чувства по отношению к акции протестной, когда мы собирались в Белый Круг, вот это все, да, то сегодня на фоне этой бесконечной крови, на фоне войны, которую ведет страна, на фоне гибнущих людей, на фоне того, что вот на наших глазах человек умирает в тюрьме, я имею в виду Надежду Савченко, мы говорим, что это антикризисный марш, мы говорим весна, мы говорим весна идет, весне дорогу, то есть ощущение, что мы игнорируем этот страшный кровавый фон. Вот поэтому мой вопрос. Уверены ли вы, главные требования антикризисного марш, чтобы правильно выбрали тональность? Вот так я спрошу. Я понял. Ксения, я небольшой социальный психолог, я давайте сначала скажу по поводу Нади Савченко. Я, конечно же, считаю абсолютной катастрофой то, что сейчас происходит. Я, Лена Масюк к ней ходила, я знаю, что многие правозащитники были, врачи, специалисты говорят, что возможно она может умереть буквально там в считанные дни. Я не понимаю уровня кровожадности Путина и, я бы так сказал, какого-то садизма, да? Зачем это все нужно? Чтобы улицы, площади в соседней стране были названы именем Савченко, и чтобы, в конце концов, ненависть к России стала такой самодавляющей после всего этого. Я знаю, что господину Путину обращались руководство Германии, а не только, кстати, Порошенко. И Надя Савченко, не надо забывать, она была первой в списке партии Батьковщина, а Тимошенко была второй, а не первой. Она депутат Верховной Рады, она... Депутат парламента, это парламентская ассамблея. Да, она входит в парламентскую ассамблею Совета Европы. Она абсолютно статусный человек, обвинения, которые ей предъявляются, они просто, и с одной стороны чудовищные, а с другой стороны и бездоказательные. И, кроме того, ведь просят-то ведь не это, а просят изменить меру пресечения Наде. Например, там, на домашний арест. Но даже на этот режим не соглашается. Такое ощущение, что они хотят, чтобы Надя умерла. Я к чему это говорю? У нас будет колонна в поддержку Нади Савченко. Колонна будет. Значит, там, Марк Фейгин занимается, ее адвокат, вы знаете. Будет отдельная колонна, есть страница опять создана на Фейсбуке. Вот, поэтому эта тематика, она, конечно же, будет правозащитной, и освобождение политзаключенных это одно из требований марш. Кстати, важнейшее требование. Теперь по поводу тональности. Я не социальный психолог, но мне люди говорили, что народ с огромной неохотой идет на поминки. Даже, ни секунду, марш мира, это что, было поминки? Нет же. А у нас там было все очень бодро. Я хочу... Очень понятно, против чего я против человека. И сейчас тоже понятно. И сейчас тоже, к сожалению, с тех пор еще погибло несколько тысяч человек. Число жертв уже почти 6 тысяч. Вот. Просто люди должны все-таки быть оптимистами и заряжены определенным оптимизмом. Да, я согласен, что тема не веселая. Я согласен, что любая антивоенная акция это борьба с кровью и борьба действительно за жизнь людей. Но я также считаю, что если мы понуро и пессимистично будем людей призывать приходить на акцию, то у людей вообще руки опустятся. Если уже организаторы сами не способны людей мобилизовать, в том числе и своим оптимизмом и энтузиазмом, что у нас все получится, наши требования будут услышаны и выполнены, то что тогда от рядовых граждан требовать? Они скажут, да что мы там будем ходить, зачем мы будем ходить и так далее. Кстати, главный вопрос, который задают нам такой, господа, вот вы идете на марш и мы придем, хорошо, раз вы считаете нужным, а что изменится? Ответ, если будет очень много народу, то изменится. Ну вы все хотите изменить этим маршем? Нет. Там сколько требований? Ксения, давайте, я не хочу врать. У нас Путин специалист по вранью, он патологический лжец. Я врать не хочу. Я хочу вам сказать правду. Этот марш может развернуть ситуацию в сторону мира. Этот марш может отрезвить Кремль и постепенно, не одним маршем, мы можем добиться перемены, разворота политического курса. Постепенно. как цифра может повернуть совершен тот поворот, который заявили хотя бы. Если заявленная цифра будет реализована 100 тысяч и выше, 100 тысяч и выше, это для них будет шок. Я вам могу сказать, чтобы, Виталий, вы поняли, 100 тысяч в маре на это шок. Тотальный шок. Значит, они за деньги, они с помощью СМИ, они, истратив больше 100 миллионов рублей, это минимальная оценка, сколько они истратили на этот фрик-шоу, да, Черносотина. Они загнали 30 там или 35 тысяч человек, да, если мы, мы никому, естественно, денег не платим, если придет 100 тысяч, это будет абсолютный шок. Они точно, они могут врать, анатомию протеста показывать, вот, рассказывать всякую чушь про госдеп, там, про печеньки, могут нести полную околесицу всю оставшуюся жизнь, 100 тысяч, это будет важнейший сигнал к развороту. Вот эти 8,6%, которые нарисованы, они, конечно, пугают людей. Все это, все это в прах рассыпется в начале. Знаете почему? Все на вранье построено. Вот все на вранье. Вот почему мы требуем час? Давайте представим себе час дебатов моих с Путиным. Ну, просто моих с Путиным. Начнем, например, с простого вопроса, почему российские солдаты погибают, а вы, как верховный главнокомандующий, господин Путин, отрекаетесь от этих солдат и врете, что они не воюют. А мы их могилы видим, этих солдат. Мы их видим в Костроме, эти могилы. Мы их видим в Пскове. Мы их видим в Нижнем Новгороде, где губернатором работал. Почему вы, верховный главнокомандующий, отрекаетесь от собственных солдат? Вы разве имеете право быть верховным главнокомандующим после этого? Почему вы врете, что там нет нашего оружия? Вы же в Минских соглашениях, господин Путин, сами зафиксировали Торнадо-С, что вы отведете. А знаете ли вы, что Торнадо и СС только, это система залпового дня современная, что они есть только на вооружении российской армии, что они поступили в российскую армию только в 2012 году? Вот вы в Минских соглашениях это подписали. Понимаете, открытая нормальная позиция, когда люди слышат правду, приводит в полный прах все эти 86%. Ровно поэтому, Виталий, нас и нет на телевидении. Ровно поэтому. Потому что, когда выяснится, что все на лжи, в том числе и все эти рейтинги, тогда, конечно, люди поймут, и тогда эта вся власть рассыпется просто. Кстати, вот именно поэтому еще и некорректно, как мне кажется, сравнивать с Лужниками, потому что во времена Лужников на телевидении были открытые дебаты. Это было время гласности, и телевидение было совсем другим, и это немаловажно, абсолютно, количественно. Вы вспомните. Я согласен, что история никогда даже не повторяется. Безусловно, мы, и я не скрываю, оппозиция находится под гигантским прессом. Раздавлено все. Люди оболганные. Надо быть достаточно сильным человеком, чтобы все это терпеть, я по себе скажу. Вот. Я же тоже человек, правильно? Там, когда там начинают тебя обзывать, там, колонны предать, все держать, конечно, в себе довольно трудно, но тем не менее, надо терпеть. Слушайте, знаете, правда сильнее всех эксперт-служб, всех анатомий протеста, всего вранья, которое льется. Правда, сто процентов. Борис, 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 как называется, для рикошета. На ваш взгляд, какие требования кажутся вам более важными сегодня? Принятие антикризисных мер или прекращение войны? Если вы считаете, что важнее сегодня принятие антикризисных мер, ваш телефон 660-06-64, если прекращение войны, 660-06-65, мы стартуем. Принятие антикризисных мер Принятие антикризисных мер я звоню по телефону 660-06-64. Если я считаю главным лозунгом все-таки прекращение войны, то я звоню по телефону 660-06-65. И дальше, и дальше одно условие, чтобы еще наша машина это приняла эти звонки, потому что пока она не принимает. А, вот оно что. Это что же случилось? Видимо, что-то такое. Какое ужасное? Я надеюсь, что сейчас мы там что-то будем... Пошло голосование. Пожалуйста, давайте так, смотрите, причины кризиса очевидны. Причины кризиса это, ну, общеизвестное, которое они все время талдычат, это снижение цен на нефть, хотя это не роковое, никакое снижение 60 долларов, вполне нормальная цена. Вторая причина это агрессия Путина против Украины и, как следствие санкции, как следствие санкции, санкции появились после агрессии Путина, да, вот, и после войны, которую он развязал с Украиной. Поэтому прекращение войны означает и сворачивание санкций. Я не согласна с тобой. Я считаю, что, понимаешь, если все, что ты говоришь, все правильно, Борь, но то, это зашкаливающее ощущение, вот этот кошмар ненависти и кровожадности, который сегодня заливает общество, это именно война сделала. Только война. Я согласен. И эта накачка по телевизору, она идет, потому что только-только милитаристская. Это я вот с этим на 100% согласен, что он на этом, собственно, и удерживает власть. На этой истерике, на оболванивании. И народ поделся, как на это. Он не просто удерживает власть, а он еще, разжигая ненависть к украинцам, он на самом деле рекрутирует огромное количество наивных людей, которые погибают там. Вот знаете, ведь рационально объяснить истерику, которая есть, довольно трудно. У него зашкаливающий рейдинг. Истерика вообще не бывает рациональной. Не-не-не-не-не. А у него абсолютно цинично и рационально. Он что делает? Он превратил Останкина в призывные пункты. Вот если вы спросите родственников погибших на этой войне, родственников, а почему ваш брат, почему ваш муж, почему там ваш приятель и так далее поехал воевать? Он увидел, что Украину захватили фашисты по телевизору. Он увидел, как распяли славянский мальчика. Он увидел, как бандеровцы там на органы продают. И он это увидел, и он не смог этого терпеть и пошел уйти. И это цинично делается. То есть, разжигая ненависть, они тем самым вот этих наивных людей гонят, как пушечное мясо, на смерть. И это продолжается ровно для того, чтобы эти наивные люди продолжали ехать там в Донбасс и убивали их там. При этом, кстати, никакой юридической ответственности у Путина нет. Он не выплачивает этим погибшим 3 миллиона, как солдатам. Не выплачивает. Они сейчас добровольцы. Они в отпуске все. Да, они в отпуске. Извините, ребята, у нас заканчиваются. Русственники тоже бессмерт существовали. Давайте я быстро скажу. Давайте еще раз скажем про марш в конце, чтобы зачет попяточков. Результаты. 8,6% считают, что главный антикризисный мир. Почему? У меня 91,3%. А, да, да. А, сейчас 98,7%. 91,3% за Бенцова, который говорит, что надо прекращать войну. Ну и слава богу. А можно я прочитаю одну СМС-ку? Я что-то она у меня... Запала в душу. Свердловская область. Мне 60 лет. В одиночку выросло троих детей. Стаж 25 лет. Пенсия 6876 рублей. Прожиточный минимум. Лучшие мои годы потрачены на выживание. Хочу жить и творить в свободной демократической России. А Путин сам не уйдет. Дорогие друзья, пожалуйста, еще раз напомним вам. 1 марта, в воскресенье, в 2 часа приезжайте на метро Бродиславская. Там вас встретят прекрасные молодые люди, которые вас... Вежливые. Которые вас... Не пугают. ...вас проводят к началу маршрута. Симпатичные молодые люди. Это точно совершенно. Спасибо. Всем спасибо. Приходите обязательно. Не до... Нет. А, ну ладно. Они хорошо закончили уже все равно. Ну ты видишь, вот смотри, почти 2... За 3 минуты сумасшедшая цифра. Почти 2... Больше 2,5 тысяч звонков. Вот, пожалуйста. 91% главное войну прекратить. 91%. Для людей это важно. А ты заметил, что я то же самое говорю, нет? Нет, мы... В контексте митинга это важно. Мне кажется, что... Нет, в контексте еще от Яморка мне трохи на этом играет. Он сказал, нет войны. Мне кажется, что мы просто указали. Нет, это другой вопрос. Или нет. Ну, видишь, с ним соглас... Можно согласиться. Не государственный финансирует. Черт. Ну, вообще, выглядит довольно так и так. Ну, пойдемте, выйдем, я скажу тебе, что меня смущает еще. Мне кажется, это неправильно. Ну, это... Спасибо. Листочка деревенцев. Это твое вкус? Светик, спасибо. Спасибо, Света. Пока. Да. Ну, это ролик. Распроект длится от компании Капитал Групп. Просто наберите в интернете. Распроект длится от компании Капитал Групп. Как-то так. Легко и просто. Распроект лица. Что делают нормальные люди ночью? Правильно. Ходят по магазинам, потому что на дорогах ночной трафик, а в магазинах ночные цены. Крупнейший мебельный центр Европы Трикита будет работать в ночь с 28 февраля на 1 марта. Подробности на сайте Трикита.ру Здравствуйте. Я Юлия Мандалплат, руководитель клиники онкологии и гематологии МСИ. Мы оказываем все виды помощи онкологическим больным по современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделили